Ну и когда я перед самым увольнением, значит, мне доверили в нашем замечательном центре, где я служил, там люди в основном работали компьютерами, но иногда все-таки вспоминали, что мы все-таки военная организация, и мы начинали делать что-то общевоинское. И я был старшим, значит, на стрельбах из пистолета Макарова на дистанции 25 метров в грудную мишень, ну в общем, упражнение номер один. После этого я два дня приходил в себя, вот, ну вы знаете, как это все, до этого мы стреляли, до этого 8 лет никто не стрелял, просто ходили, одевали пистолет, когда дежурили по части. Вот, и там первая самая смена, заходит первая смена, три офицера, значит, у меня там раздачники патронов, стоит заряжающий, стоят проверяющие, всех заинструктировали, все за все расписались. Я своим говорю, мужики, значит, наша задача, чтобы вот эти боевые друзья, которые сейчас будут стрелять, не поубивали друг друга и нас с вами. Вы стоите за каждым, если кто-то, он делает, что-то сделает не так, вы сразу у него вырываете пистолет и бросаете его на пол, и его, и пистолет. То есть, главное, чтобы не убили никого. Поняли, поняли. И вот стоят эти, значит, раздатчику раздать три боевых патрона, раздали. Заряжай, зарядили. К бою, ну вы знаете, да? То есть, вставляем в магазин, передергиваем затвор и ставим на предохранитель, патрон с патронники. После этого идет команда огонь. Старший лейтенант, капитан и подполковник. Старший лейтенант снимает с предохранителя, целится. Капитан снимает с предохранителя, целится. Подполковник, оказывается, у него вчера был день рождения. Снимает с предохранителя и передергивает затвор. Оттуда вылетает маленький блестящий патрончик. Подполковник прыгает за патрончиком. Сзади стоящий заряжающий прыгает на подполковника. И они вместе падают под ноги капитана. Капитана тут же состреляет. Я думаю, все, кошмар. Сейчас меня вот тут же прямо и повесят, и расстреляют. Оказывается, проверяющие пошли покурить в это время. Нам сильно повезло. С этого началось мое исполнение обязанностей старшего по стрельбам. И после этого была написана Михаила Павловича. Следующая песня. Посвященная этому бедствию. Когда военные начинают стрелять из личного оружия. Министерство обороны после службы долгих лет Выдают мне три патрона и тяжелый пистолет. Я вообще мужик нервовкий, я одну пою жену. Но совсем без тренировки мне не защитить страну. Тут со мною начинают инструктаж. Без него ты, брат, конечно, маху дашь. Никуда без него не попадешь. А застрелишь сам себя ядрёно вошь. Чтоб душа была начальников чиста. Распишись-ка ты скорее в пяти местах. Не случилось, чтоб ужасная беда. Сделал шаг, а после сразу докладай. Выхожу я на исходный. Три патрона достаю. Ну, террор международный. Сейчас заочно всех убью. Быстро выпасти Ваши ядерных ракет. Так как быстро выпасти угрозы ваших ядерных ракет. Так как я же мою грозно, три патрона в кулаке. Тут команду произносят. Заряжай! Начинаю быстро я соображать. Не ударить бы сейчас, не в грязь лицом. В магазин потрон совать каким концом. Террористы пусть немного поживут. Мы разберемся через несколько минут. Всех сумею в одночасье победить. Коль сумею магазин свой снарядить. Наконец нашли патроны. Место нужное свое. Я походку юг урона выдвигаюсь. Ё-моё! Становлюсь суровой сразу, как железная броня. Жду отдания приказа на открытие огня. Никого я во вселенной не боюсь. Я теперь покруче, чем уилис Брюс. И Кутузов, и Суворов, и Илья. И Пожарский, да и Минин тоже я. В магазинской пистолет скорее в мишень бы навести. Сразу выбью шестьдесят из тридцати. Не забыть бы вот надеть на нос очки. Полетя по закоулочкам клочки. Тут дают команду к бою. Ну теперь тушите свет. Я дрожащую рукою поднимаю пистолет. Становлюсь к решению Богом. Наставление, как велит. Их лежу суровым моком. Без жалости мой вид. Тут на ухо мне командуют. Огонь! Я давлю, а только нету ничего. Я сильнее тут толкаю. Бог меня, Миша. Да ты ж я вот с предохранителя не снял. Её. Я предохранитель этот вниз давлю. Пистолет роняю, а потом ловлю. Поднимаюсь вниз. Случилось ли чего? А вокруг уж больше нету никого. Что, крохлявый, боитесь пистолетного меня? Я иду, суровый, видишь, прямо к линии огня. Поднимаю свою пушку. Сейчас поймёте, что почём. И ловлю пешень на мушку. Нажимаю на крючок. Как тут вдарило оружие моё. Как тут пуля полетела. Ё-моё. Как тут пуля пролетела. И ага, как мне гильзы засветило по мозгам. Я от ужаса такого сразу взмок. И уже решил, что рухнул потолок. И закрыв на всякий случай все глаза. Да, воно, да, спуск скорее два раза. Сейчас уже конец близко. Улетели птицы пули. Дым стоит в раховой. Все полезли из постурьев. Каждый блин, едва живой. Забирает мою пушку. Каждый, как рыбинок, и рад. Обнимает все друг другу. И спасибо говорят. Мы так думали, что нам пришла хана. Ну что, не доживём уже быть до темна. Жон с детишками велик тебя любить. Что с зеротами и вдовами не быть. Ты иди скорее, родимый, погуляй. Только больше умоляю, не стреляй. За три года мы тебе поставим пять. Чтоб не надо было более стрелять. Все, сейчас уже конец. Пусть боятся террористы. И у самобедлоден. Будет точен каждый выстрел. В небе, в суши и в воде. Вы печатайте награды. Пусть на нас они гремят. Победим в любого хана. Мы с патронами тремя. Мы с патронами тремя. Мы с патронами тремя.